Радужные просят сделать доступнее. На иллюзию комфортной среды сегодня пожаловались жители микрорайона в редакцию Первого городского. Молодые мамы просят, чтобы тротуары там пошли безопасным путем. Пандусы есть лишь на некоторых из них, правда больше. Служат они преградой. Слишком крутые склоны. Неудобно по ним передвигаться инвалидам. Ксения Веснина в рубрике «Наболела» выяснила, когда пешеходные зоны устроят всех. Когда выходишь погулять на улице с ребенком, то думаешь, ну наконец-то, никаких забот, дитя спит в коляске. Но не тут-то было. Расслабиться родителям не дадут многочисленные изъяны в инфраструктуре. Пандусы в Радужном. На вес золота. Одна из жительниц Радужного, Надежда Попова, вынуждена каждый день взбираться или спускаться по опасным пандусам. Порой приходится обходить целый квартал, а это лишнее время и лишние метры. Для того, чтобы Надежде добраться до детского сада, поликлиники, аптеки, банка, она вынуждена проходить через испытания лестницей. Встречаем препятствия. Все. В самом начале я не могу подняться. Что мне делать? Либо мне тащить. Вот видите, народная тропа. Ее дочке 5 лет. У нее детский церебральный паралич. Сейчас они даже инвалидную коляску не используют, так как она весит около 20 килограммов. Чтобы ее поднять вместе с ребенком нужна сила взрослого мужчины. Приходится просить помощи окружающих. В зимнее время Надежда даже из дома не выходит. Ну а как? Мало того, что они не приспособлены, их еще и не огребают. Поэтому либо ты гуляешь где-то рядом с домом, либо просто просишь, чтобы кто-то там сходил, принес тебе из аптеки необходимое лекарство, либо купил тебе продуктов. Да, вот видите, она идет по улице, потому что пандус абсолютно не приспособлен. Причем данный пандус, он был сделан буквально два года назад. Выбор для мам с колясками невелик. Для большинства родителей пандусы в микрорайоне – большая боль. Некоторые вынуждены обходить по дороге, подвергая опасности себя и своего ребенка. Что уж говорить о людях с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые без посторонней помощи преодолеть неподъемную гору не смогут. Мы решили проверить на одном пандусе угол наклона. Он составил 25 градусов. Отклонение от нормы почти в 9 раз. У нас есть ребята взрослые с инвалидностью, я их знаю. Они на инвалидных колясках, они участвуют в соревнованиях на велобайках, и они, к сожалению, вынуждены находиться дома, потому что выбраться и погулять по-радужному без посторонней помощи они не могут. Подобные трудности сплошь и рядом. Мы попытаемся помочь и направим запрос в городскую администрацию, чтобы чиновники не только обратили внимание на барьеры, но и задумались о недоступности городской среды для некоторых кировчан. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал Город.